Не надо отходить. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Я в интернете всех спрашиваю. Всех. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Если кто-то против, я сразу закрываю и больше он со мной не будет разговаривать. Когда наяву беседуем, это так понятно, даже не спрашиваю. Но сегодня спрашиваю, ты не против? Не во вред это? Наоборот, я с тремя руками. То, что в прошлый раз мы записали, как тебя встречали на машине, как-то побыл, когда ехал по деревке. Ваши родные видели это? Да. И что они? Ну, отзывы разные. Отзывы разные. Ну, расскажи о некоторых. Матери звонил в разговоре. Мать говорит, вот пришла там соседка одна, моей уже за 50. Говорит, там Романа твоего видела по телевизору. Она сказала, по телевизору. Ну, я не знаю, может... Ну, это по компьютеру, скорее всего она. В интернете. Он в какую-то секту попал. Езжай, забирай его оттуда. Да, маме какую сетку, ты ничего не понимаешь. А сколько тебе лет? Ну, мне сороковой. Ну, сороковой. А маме сколько? А маме 64-й. Ну, она может, мама уже понимать, что тебя просто так забрать-то нельзя. Да, маме все понимает. Она знает, что я... Сорокалетнего детину, идите заберите. Он там застрял. Зазомбировали. Потом с другой разговаривал. Это уже учительница в школе. То есть, она тоже видела. И говорит, я видела. А почему они все снимают и выставляют? А мы каждый день за твою маму Марию молимся уже давно. Не знаю, что это... Вот, почему они там все выставляют? Мама говорит, я не знаю. А говорит, а что ты там-то видела? Ну, она говорит, как бы он приехал там, как... Он говорит, православный. Просто люди не понимают. То есть, это поняла, что он православный. Это все, он попал к нашим там. К товарищу звонил. Он у меня работал как-то. Он тоже. Там такое смотрели все. То есть, это все. Я распространяю. И у меня еще один мой старый друг в Москве, там, как филиал. Он тоже все распространяет. Ты ссылки вписываешь? Конечно, ссылки. Чтобы люди знали. Цель так чья? Какая цель? То есть, для того, чтобы познакомиться с этими ресурсами. Все остальное, что скажут там, сектант, не сектант. Меня это вообще не касается. Я, как бы, это не слышу. Ну, кому надо, он услышит по-любому. Человек, который ищет в душе. Ну, как я. Я помню, как я. Я услышал, и все. У меня сразу все раздвинулось. И я вот ничего не слышал. Я только вот это хотел. Голос. Как бы начитывать. Я, конечно, заплетать даже не привык. Это надо тренироваться и тренироваться. Это ужас. И, кстати, я сравнивал вас с другими. Это совсем другое. То есть, это не то. Вот вы, как будто, там находились. Это все пережили. И, как вы рассказываете, со слезами. То есть, вы настолько вникаете, что вы весь там, с головой, со всем. Это дар. В интернете есть насчитанное мной архипелаг ГУЛАГ. И вот один говорит, он считает, говорит, ударение делает не там. Его к стенке поставить надо на меня. А другой говорит, я все собирался, архипелаг ГУЛАГ просчитать, не просчитал. А теперь, когда указали, я скачал им дороги, я быстро прослушал. Это зэк считает, говорит. Это зэк, который все пережил сам. Разные мнения, видишь, какие. Да, поэтому известия очень хорошие. Я рад, что люди слышат, что в Карпаты проникло Слово Божье. Господь там работает и будут результаты. Я даже, когда вы прислали мне книги, там, по-моему, где-то тысяча была. Кто это, ты запаковывал? Тысяча визитов. Ну, наверное, тысяча. Я не присчитывал, но я так по пачке на глаз определил. Ну, где-то тысяча может есть. Ну, я ходил, я в электричках-то раздавал. И в электричках, господи, ну, хотя бы один. То есть, с тысячи один, это уже очень большой результат. Ну, я так считаю, не знаю, может, кто-то по-другому считает. И ходил, раздавал вот это. Я верю, что Господь действительно где-то коснется кого-то. Приходит некоторые через это. Да, приходит. У нас на форум, когда заходит кто-то, а внизу, как вы пришли? Я мог бы даже показать. И дальше график показывает. Пришли от меня непосредственно, другие через кого-то, кто-то через визитки. Они, когда заходят первый раз на форум, регистрируются, ну, и ткнут туда только. А прибор-то все это высвечивает. Где? Вот какое дело. Если не пережито, то ничего и нету. Вот Евангелие, как Новый Завет насчитать. Это у меня в то время, в советское время, катушечные были. И я решил это. Три пленки, три катушки по 375 метров, 8 часов, 20 минут, одна катушка. Я насчитал Новый Завет. А мне один помогал. Вот он сейчас, Речкунов, его звали Алеша. На самом деле он Леонид Ильич был. Ну, считает, плоховато, грамота. Ну, талант был на всякую технику, магнитофоны, ремонтировать, холодильники, машинки. Для него это семечки. Талант. Просто талант был. И утром приезжает ко мне, я вижу, он весь мокрый. Я говорю, что с тобой это лицо такое? Я вчера слушал, как вы насчитали. Я плакал, сидел. Плакал. Да. Выходит, я и читал неправильно. Но я совсем не понимал. То есть интонации я передал весь смысл Нового Завета. Вот о чем впереди говорили о рождении свыше. Пережил ты это и не пережил. Просите Бога, внутреннее переживание. Внешне можно сказать, сделать. А внутреннее это Бог только дает. Вот это миссия. Работа миссионера. А эти-то они ничего не знают, которые нападают. Они мертвые. Позавчера один зашел мне в одноклассниках. Пишет. Ну, там, привет, Роман. Бывший коллега. Расскажи, пожалуйста, где в Библии написано о Святой Троице? Ну, я о этом ссылки скину. Тем более, вы же мне отвечали насчет масляника. И там о духе. Вот эти все. Поскидывал. А потом, так что я думаю, а там же возле него яговисты-то крутятся. Он же вместе там и не работает. Ну, я взял ваши видеоролики, нашел, которые о кресте. О иконах, которые. Иконы не идолы. То есть вот это тоже туда запунил. Вот это смотрел. Плюс поисковик. То есть человек, он говорит, я только начинаю. Ну, видно, что человек интересуется. Это уже большой результат. Так что все отлично. Слава Богу. Три свидетельствуют на небе, Иоанн говорит. Три. Три. Слово три. Где? Первая Иоанна. Так они что сделали? Не могли никак стихо объяснить. И сейчас издали новую свою Библию. А это не Библия, а пародия. И этот стих выбросили. Просто выбросили. Его нету. И все. Как оглашенные из идите. Оглашенных нету. И в церкви выбросили. Эти слова вообще не произносят. То есть это у православных такая же история. Так что я думаю, то ли еще будет. У нас много сейчас уходят легависты, в адвентисты. То есть люди уходят. Они ищут Слово Божие. И поэтому на этой ниве нужна работа. И она уже происходит. Слава Христу за это. А ты кто-ли еще будет? Ты знаешь, кто поет? А? Толкунова, что ли? А? Я тебе покажу. Сейчас когда закончим, чтобы не сказали, что украли. Толкунова. А? Толкунова или Анна Герман. Послушаешь. Она создана не просто поет, а именно поет, о чем то и показывает. А, это уже. То есть все интересно. Ты что явился в Барнавул-то сегодня? Пломба у меня выпала. Я пользуюсь случаем Игоря, наш брат. В Петеряковке ты уже сколько прожил? Я там седьмого. Это уже почти месяц уже сейчас. Ровно месяц. Как раз сегодня седьмое. Ну и маленько поделись мнением. Как ты, с кем познакомился? С чем занимался? Ну познакомился со всеми. Ну не у всех дома был там, но уже у некоторых был дома. Ну все мне понравилось. У меня ничего нет, никаких, то есть ни разу не сожалений. Я как будто нахожусь. У меня такое ощущение, как будто я где-то отсутствовал просто и уехал. А сейчас вернулся. Как вот это прийти о блудном сыне. Вот у меня такое, что я у себя дома. Удивительно, это Господь так делает. Никакой меня ни за кем-то скинет. Ничего нет. А живешь где сейчас там? Сейчас живу у брата Виктора. Все условия. Главное, я когда готовился, я спальные мешки накупил. Там все у меня газом баллоны заправлено. Я ко всему готов. То есть даже в палатке жить под снегом. А тут приезжаю, Господь устроил так. Так, потопление, тепло, душ, туалет. Ну все есть, то есть. Консервацию мы спасли. Как раз перед морозами мне пришлось забраться туда в свои вагоны, но там уже все забито. Ну частично разгрузил, перебор выпилил, залез туда и с братом достали. Спасли все. Абсолютно всю консервацию там нам хватит до лета. Так, питанием обеспечен? Обеспечены полностью. Даже можем делиться. Так, и свободное время, воскресенье там бывает, чем занимаетесь? Богослужение, потом занятия. Читаем Слово Божие интернетом, благовествуем постоянно. Я слышал, вроде бы рыбу там вначале ловить. Да, пошли пробивать лед. Пошли, батюшка позвонил, говорит, мы пойдем рыбу спасать, давай к нам. Мы приехали, проломили лед. Ну и пошла даже вот там, ну все поели. Только сколько, сантиметров почти 40. Ну, наверное, были там пару штук такие, по 40 сантиметров. Я сфотографировал, кстати, фотографии я тоже выставил. Там есть фотографии. Вышедшь потом. Вот. Ну, пилил там, что смог, спилил уже. То, что полегче. Потом будет время уже с помощью. Мне помощь надо будет. Так, уже частично разгрузил. Залез уже в себе вовнутрь туда. Там у меня буржуйка небольшая. Уже там что-то я железяки свои-то... У меня это любовь к ним-то еще не совсем готова. Моня туда, вот вытащи. Как-то он куда-ли... Картошку он любит катать, отбрось ее. Вот он. Вот так. Как будто вернулся в детство. Потому что таких зим я уже только в детстве раннем, я помню, у нас были так, снег ровный с заборами. То есть там шахетник немножко где-то. А здесь это есть. А у нас же на Украине нет. А у тебя ружья нету? Нет. Нету. Тут-то такое дело. У нас, у меня там, где на... Где скворечник живу, там проволока висит. Как только дверь открыть, если видите, откроют проволока такая тоненькая-тоненькая, рамки вставляют у пчел, на чем вершину. Это можно петли на зайцев вставить. На тропу поставить, петли сделать так. Он, например, попадает, если капканов нету и ружья нету. Лыжи. Витя знает, где лыжи лежат, чтобы были. Не сиди. Как свободно, воскресенье, окрестности узнавай. Езди, гляди. И у тебя будет вообще... Ты домой приехал. Ты должен все абсолютно знать. Тем более зимой. Зимой не так сильно заняты. У Игоря, у кого скотины много, старайся где-то узнать, кому нужно помочь. Широкие сапоги и пошел. Игорю трудно. Но без помощи он не оставит. Он очень хороший. У Андрея там где бываешь. И хорошо еще проверил, на том ли ты месте ты остановился. Себя проверять, строится где. Потому что летом могут у нас, может быть, даже появится кто-то. Строится где им. Что можешь посоветовать, как уже старожил. Где. Строится около Андрея, там выпилить этот, который пленовый этот участок. Или осень где. Дальше. Тут уже негде в деревне, только продолжение. А продолжение это... Надо через эту трассу пройти. Ну вот сейчас я посмотрел, когда начинаются бураны, это же метет так. Но я с этим тоже не знаком. Вот мы с Игорем ехали на снегоходе. Ну это только я в кино видел. Там ну такая... От неба до земли такая валит буря. Вот. И вот здесь я остановился, там же есть щит такой, там деревья. То есть это уже защита, это лучше. А там где ося, там конечно ты как на этом, на голом поле там... И тут у тебя ложбина. Самое что влаголюбивое, на засушливый год у тебя останется. Кто там, смородину обязательно. Какие? Там... С матушкой я уже советуюсь по этим вопросам уже немножко... Она матушка агрома. Она знает, это еще пока ноль. Да, виноград обязательно. Это надо хорошее здесь. Продаются все время. Здесь институт Лисовенко. Аграрный университет. Алтайский край богат облепихой. Разные сорта. Это внутри деревни. Тут можно там собачку какую-то завести или что-то, чтобы воронье осенью отпугивало. А у нас в лагере, у огородчиков где далеко, там никого нету, баню все подчистую подъедают. А тут рядом дома и... Тут можно с сеткой накрыть и... Что тут? Работать. Воскресенье у нас не работают. Никогда не посягай даже на самое малое. А хорошо работать на 6 дней, можно вот так вот наработать. Я в мире не работал. В баню ходите, нашу баню там топят? Да, два раза. Не, я вот эту, где домик вы дали. Там я буду варить, потому что надо трубы менять. Но я два раза уже там затопил. Подмазал глиной там. Ну, это... Где у меня Мерседес стояла-то? Там надо полностью... Труба идет, она прогорела, надо полностью менять. И там... Ну, я это сделаю. Я уже запланировал. Ну, это надо сделать, посмотреть. Для нас это хорошо, помощь какая. Так, вы дома, Смития, во сколько встаете? 4.40. 4.40. Дальше. Утром Слово Божие считаете? Конечно. Молимся, потом читаем. Ежедневно возьми себя за правило. Ежедневно что? Не меньше пяти глав. Каждый день. Пять глав поставь себе за правило. Угу. Пять. Я тебе Библию скажу. Если ты по одному часу будешь считать, в день, а один час, там утром полчаса, там вечером полчаса, считать, то всего в Библию пять часов звучания. Я могу знать, потому что я насчитывал. Я слушаю тоже ваши. Мало того, ты можешь и аудио взять. Что-то готовлю или там, ну, тренируюсь. Сейчас тренируюсь хлеб выпекать, я постоянно слушаю. Ум, чтобы как Серафим Саровский говорит, плыл в этом. Ну, что еще? Какие-то вопросы у тебя есть? Вопросов никаких. Всем доволен. Слава Христу за все. Ты непрерывно только молись о своих. Господь силен сделать все, что сегодня так, завтра так. Мы верующие. Мы не требуем у Бога, дай сейчас, если тебе угодно, добавляй. За все благодарю, за все. Я вот как свою жизнь проанализировал, какие у меня были везде Господь. То есть Он мне все дал, этих друзей, этих жен. Это все мне дал Господь, для того, чтобы во мне все перевернулось, и, я родился. Ты еще напомни мне, как мы первый раз узнали, что существуем наши ресурсы. Откуда ты узнал? Меня бабушка Агафья научила с детства любить нищих и инвалидов. У меня это заложено было Господом. Я где не был, плавания был, загранки, где я не видел, я никогда мимо не проходил. То есть у меня, и мне Господь даже когда студентом был, даже кушать не было, но какая-то копейка попадала. Я так считал, что, ну не хватает на батон, но еще кто-то ему добавит пару копеек, он уже проживет день. То есть у меня вот это всегда было. И уже в Москве познакомился я с одним инвалидом. Он просил помощи, я к нему приехал, помог. И потом мы связи не теряли, общались по скайпу. И когда я уже знакомился с лекциями, там, Осипова, Стеняева, Сысоева, то есть я в этом уже начал жить. И он мне говорит, а вы, говорит, Лапкина Игнатия Тихоновича. Что это говорит? Этот инвалид, без ног он, Алексей. Вы, говорит, слышали? Я говорю, нет. Он мне ссылку кинул, и я на ссылку в щелке открылась. Вы там перед книгами и рассказываете. И потом я как зацепился, и все. Мы лично с вами первый раз где встретились? А лично уже вживую встретились? Да, вживую. Ну, это я приехал на крещение летом. А? На крещение летом приехал. Вот только так. До этого мы не встречались. До этого мы в скайпе только разговаривали. Понятно. Там вопросы. Ну, вот как ты слышал, какое было представление? При личной встрече у тебя многое было, не совпадение с тем, что видел? Что, может быть, мы где-то рекламу просто даем, а на деле ничего нет? Нет. Все открыто, все на деле. Никакой лжи. Просто я немножко, вот когда в деревне, например, я представлял, что, может, людей больше будет. А здесь приехало мало. Мне казалось, что будет побольше. Это, понимаете, сегодня мы не можем сказать положительно или отрицательно. Это Бог только знает. Потому что мы просим у Бога людей, если нужны они эти люди, ты сам, Господи, устрой. Потому что мало, самые оказались негодные близкие, на которых надеялись, полагались родственники, а оказались в стане врагов. Вот что, это тяжелое чувство, когда друг превращается во врага. Давыд говорит об этом. Мы это все пережили. И поэтому мы не ускоряем события. Мы просим, говорим, а как Бог даст. Ну и все тогда, может быть, нам какие-то пожелания имеешь сказать? Ну, вам пусть Господь дарит здоровье и долгий лет жизни для того, чтобы это слово распространялось и распространялось. Потому что результаты большие. Ты запомни, когда меня не будет, у меня наказ, как меня хоронить. Я уже все это написал. Лежат здесь, вот, все ребята знают, им напомнить про это. В стеночках лежат связанные сапоги мои стоптанные. Меня не раздевать, не обмывать, не протирать, ничего не делать этого. И в старые, самые старые, негодные. В каких я ходил заплаты, им такое отправить на суд Божий. Прикрыть. Все. В никаких обшивах этих гроба, ничего нет. Самые негодные доски какие-то найти, лишь бы такая дорога не развалилась, и я не выпал. И проверить на 100%, что я не уснул, а умер. Каким-то образом зеркало поставить, чтобы живого не закопали в землю. И на грудь отзаламинированное, хорошо в целлофане, в несколько слоев, Новый Завет, маленькие вот эти. И на кресте, чтобы... Там написано, кто желает, берите. Там какую-то надпись сотворить, чтобы всегда висело. Как кто сняли, еще повесить. А можно сразу два повесить. Хоронить только в Потеряевке, около мамы. Я уже все наказал. Ну и все. Я благодарю Бога, что позволил мне дожить до этого дня, до этого возраста. Я ухожу, оставляю большое наследие. Это то, что вот здесь есть. У нас больше вопрос будет, когда не будет батюшки. Батюшка уходит, и все обрывается с ним. А я ухожу, я никуда не ушел. Вот это у меня все подписано. Хозяином здесь Володя. И на Виктором еще. И один еще... только для того, чтобы наблюдать. Севастьян, юрист. Ему не надо. Он зажиточный. У него все есть. А ребятам, хозяинам Володя, все, что здесь есть, все до копейки. Видите, самостоятельно, не нуждается. Он работает, государственное у него идет. У этого ничего нет. Мы просто работаем. И ему всячески помогаете. Если где-то что-то не так советует, что без совета ничего не делал. Ни в общей нигде. Ничего не менять без совета. А то говорят, вас не будет с батюшкой, еще тут будет. Я говорю, может, еще лучше будет. Главное, пережито впереди, когда нельзя было статус получить. Нигде ничего не было. Сейчас уже дома есть, школа, интернет, храм. Тут электричество. Тут уже спрашивать не надо. Конечно. Сейчас с палаткой. Батюшка приехал, палатку разложил на голом месте. Вот это подвиг. А сейчас я приехал, коммуникации, свет тебе есть, вода качает. Лопатой копали все, лопатой. Ночевать негде. Вот это да. А сейчас вообще, склады. Мы можем своей пшенице у Игоря жить здесь 10 лет. И кормить 100 человек, и хватит. Я у него брал пшеницу, там у него забитался. Я говорю, брат, мы ехали вот это. Я говорю, ты постоянно зови меня, я буду возле тебя. Потому что, если еще кормить, я к тебе приду, то лепешку. Ты мне даже, а кто здесь еще? Горох, это главное взять только рушилку, чтобы мельница была. И там можно жить. Вот я сейчас буду испытывать. Я маленькую купил себе такое. И буду это все молод. Ты пока не покупал. У тебя еще есть она? Уже все есть, конечно. Ну, попробуй. С отрубями, говорят. Отруби полезные. Отруби, да, да, да. А сейчас поняли, полезные. Ржаное. Ну, вот и все. Домашним расскажи, скажи. Мы не секта. Мы церковь. У секты нет священника. У нас митрополит приезжает, патриарший. Да кому надо, они зайдут, посмотрят, что есть. Дурью маяться. Секта, это, скажи, те, которые отсеклись от церкви. А мы церковные. Вот сейчас ты слышал, написал доктор богословия, Бочков-то, а нас что? Нет, сейчас не слышал. Не слышал. А вот давай, Володя, Володя хорошо считает это, попутно просчитать. Просчитать. Покров. Журнал. Есть такой покров. Вот он. Ну, если вот так вот нажать и ткнуть, то на журнал как раз и выйдешь. А ну-ка, Володя, иди сюда, прочитай. А ты можешь здесь вот сюда, рядышком сядь пока. Давай. Володя считает хорошо, если незнакомое слово не встретится. Как встретилась, он на нее смотрит и как барон в новое ворота. Давай. Московский патриархат. Студенческий журнал Покров. Барнаульской духовной семинарии. Номер 9. 2016 год. Страница 34. Ну, видите, без обмана. Тем более, можно найти. Дальше кавычки открываются. В начале 1990-х годах часть приходской общины переселилась в Мамонтовский район, в село Потеряевку, где основала новую приходскую общину во имя священномученика Анфимы Некомедийского. Все правильно. На 2013 год официально в селе Потеряевке проживало 33 человека. Вы здесь говорили поправку поселок Потеряевка. Ну, поселок. Да. С 1996 года в селе Потеряевка действует детский, трудовой, православный лагерь «Стан» в честь священномученика Климента Анкирского. 1972 года. Представь, на сколько ошибка здесь дана. На 24 года ошибка. Но он не знал. Ему так сообщили. Построена церковь. Он действует... Зарегистрирована была, зарегистрирована в отделе краевой местиции. Вот что там в этом году было. Дальше. Построена церковь. Функционирует школа. Фельдшерский пункт. Построено 16 жилых домов. 12 бань. Все здания электрофицированы. Для нужной общины облагорожено 12 колодцев и 3 пруда. Видите, что это уже устаревшее. Теперь у нас не 3, а 7 прудов. То есть это редко у какого селения столько воды. Воды. И при том это микроклимат создает. Ну давай, Южный пруд это один. Костровый второй. Лагерный третий. Храмовый это четвертый. А Коломаточка это настоящий пруд. Это пятый. Рыжковский это шестой. И второй мостик седьмой. Семь. Это большие-большие деньги заложили туда. В составе РПЦЗ. Протеерей Иаким Лапкин являлся участником 4-го всезарубежного собора РПЦЗ. Проходившим в городе Сан-Франциско. С 7 по 14 мая 2006 года. Ставшим одним из решающих шагов к урочеванию разделения между двумя частями Русской Церкви. После подписания акта о каноническом общении и восстановления единства внутри Русской Поместной Православной Церкви, пользуясь нормами приложения к акту о каноническом общении, приход сохранил свою юрисдикционную связь с РПЦЗ, не входя напрямую в подчинение Барнаульской партии. Вот абсолютно точно. Мы не входим туда, но у нас, именно мы признаем благодатность и все дальше. Несмотря на то, что время, определяющее переходный период для российских общин РПЦЗ до 17.05.2012 года истекло, приходы в городе Барнауле и селе Потеряевка фактически поминают за богослужением Святейшего Патриарха Кирилла и предстоятель РПЦЗ митрополита Илариона, скобка, капрала, имея при этом полное общение с Алтайской митрополией. Видите, вот абсолютно правильно. Но тут нужно сказать, иногда возьми, да и направь, пока там что есть. Ну, что стоишь-то зря? Вот, гляди как. Он что тут пишет? Поминает предстоятель Патриарха Кирилла, когда служит у нас епископ их, патриарший, а так мы не поминаем. Дома молимся только. Дальше. Крестовоздвиженский приход города Барнаула и община сели Потеряевки являются уникальными и своеобразными приходскими общинами. Ни сектантскими, никакими. Откуда вы берете? Тата пишет патриархийный журнал. Еще. Члены общин придерживаются многих благочестивых традиций, свойственных старообрядцам. Мужчины не бреют бород. Бород. Остригают волосы, носят рубахи на выпуск с поясом. Женщины также не носят облегающих и тесных одежд. Носят платки. В общинах строго поддерживается древнерусский нравственный и бытовой уклад. Многие семьи многодетные. Но он имеет положительный отзыв. Видно, что он не со злобой никакой говорит. Нормально. Дальше. Старостой этих общин является родной брат праэтеерея Якима Лапкина Инать Тихныч Лапкин. Известный православный миссионер, объехавший с проповедями о православии более 500 городов в России в ближнем и дальнем зарубежье. Нет, общин там другой имя сегодня Устинов Владимир Александрович. Вот. Это сказать это... Что я говорю, Владимир Александрович? Это Андрей Владимирович. Андрей. А здесь я крестовозвиженская община староста. Они двух общин. Дальше. Миссионерская практика Игнать Тихныч Лапкина вызывает разную реакцию. Однако можно уверенно утверждать, что благодаря его миссионерским и по апологическим трудам... Апологетическим. А, апологетическим. Незнакомое слово. Тут он сразу... Православной вере пришли тысячи людей. Видишь как. И дальше кто пишет? Доктор Богословия, кандидат юридических наук, профессор кафедры истории Церкви Черновицкого Православного Богословского Института настоятеля храма Святого Луки города Норильска священник Павел Бочков. Вот, пожалуйста. Ваши там это прослушают, посмотрят. Зайдут. Остальное это вы же отвечать будете за ложь. За ложь, которую нас говорят они. Ну вот это все на этом. Слава Христу. Это стихо творит.